Родственные отношения И вертность, и нальность Ну, короче, видишь, сколько всего общего Вот от того и название соответствующее Итак, давайте перечислим 8 пар родственников Робосфер Горький, Гюго Гамлет, Дон Кихот Гексли, Дюма Габен, Есенин Бальзак, Жуков Наполеон, Джек Лондон Штирлиц и Драйзер Достоевский Все Как я уже говорил, большинство функций и дихотомий у родственников одинаковые Единственная ложка дегтя, которая портит все блюдо, это творческая функция партнера, которая приходится прямо на твою болевую Впрочем, тебя тоже есть чем крыть, потому что твоя творческая это уже его болевая Так что, как говорится, проблемы родственника шерифа не касаются Также стоит напомнить, что родственники всегда будут из разных, но не конфликтных квадр А это значит, что две из четырех функций у них будут одинаково ценностными Ну и две, соответственно, не ценностными Для примера возьмем Гюго и Гамлета Собственно, почему бы и не Гюго и не Гамлета Смотри, оба они базовые этики эмоций Оба нуждаются в структурке, кстати, это объединяющие их ценностные функции Оба рационалы и экстраверты И, как я и обещал, оба будут задолбенивать друг друга свои творческие функции Гюго проговаривает много подробностей по сенсорике комфорта Всякие там детальки, материалы, ощущения, запахи, оттенки, шероховатости, рюшечки Ну, а для Гамлета это, как известно, безинтересный белый шум Ну, а последний облучает родственничка своими белоинтуитивными потоками Бесконечно вечной вселенской благодати Что для Гюго это крайняя степень необчемной экстракции и избыточного метафоризма То есть, если по-простому, то Гюго для Гамлета слишком заземленный и мелочный А Гамлет для Гюго слишком трансцендентный и непрактичный Хотя, напоминаю, оба при этом базовые этики эмоций Так, а как же на практике ощущается этот тип отношений? Ну, а примерно так, что оба партнера говорят на каком-то полупонятном друг для друга языке Представь, что речь твоего собеседника на одну половину состоит из русских слов А еще на одну половину из японских И у тебя для него полурусский и полутурецкий И вот он такой, значит, говорит А что тебе приготовить покушать, когда Ну, я, конечно, утрирую, потому что в большинстве случаев понимание есть Но когда ваши творческие приходятся друг другу на болевые То половина доносимых смыслов попросту теряет в весе и убедительности С тем же успехом Бальзак может рассказывать Есенину что-то про CRM-системы и крипту А Есенин, что, мол, ну, лучик солнца утром в душу заглянул и на день крылья подарил Еще можно описать эти отношения так, что по форме речь будет понятная, но по сути малоинтересная Мне понравилось, как кто-то сравнил этот тип отношений с дальними родственниками Типа, ну, мы тут вежливо и деликатно обсуждаем формальные и общепринятые темы Но в детали чужого мировосприятия влезать особо не хочется Потому что стоит сделать уточнение и на тебя выкатывается информация по твоей же болевой Так что иногда, кажется, лучше бы я ничего не уточнял Ну, типа, нормально же говорили Ну и напоследок отмечу, что в зависимости от конкретной социанической пары Родственные отношения могут выглядеть несколько по-разному Одно дело Гюгой Гамлет, другое дело Джеки Штирлиц и совершенно третье Дон Кихот и Гексли Везде будет присутствовать свой особенный и неповторимый шарм Одновременной симпатии и дезориентации По поводу перспектив Напоминаю, что в этом цикле видео мы идем с вами от хорошей социанической совместимости к плохой И где-то вот, ну, прямо сейчас мы пересекаем экватор А, кстати, вы знали, что в северном полушарии вода в раковине закручивается в одну сторону, а в южном в другую? Это капец А, ну да Так что сказать однозначно, родственные отношения это хорошо или плохо, нельзя Как всегда, есть нюансы Например, если речь идет о точечном взаимодействии или о деловых отношениях с четко обозначенными сферами влияния То это вообще отличный тип отношений и все оки-доки Но если мы заговорим о контакте тесном и долгосрочном, вроде семьи То, конечно, ваш партнер вам не будет так уж интересен Впрочем, я знаю пары, где один о своем поет, второй о своем только смотрят друг на друга и умиляются Ну, как бы и ничего, нормально у них так тихо, мирно Я не знаю, можно ли это назвать прям глубокими отношениями, но они имеют место быть Ведь помимо соционической совместимости есть еще 150 других немаловажных факторов И если большинство из них совпадает, ну, тогда и с соционическим родственником можно, что называется, в родственные связи Помним, да, что у нас цикл видео, так что до этого у нас было уже 6 видов отношений Это седьмой и впереди еще 8 Пишите в комментариях, какой тип будет следующий Угадайте Субтитры создавал DimaTorzok